Профилактическая работа, направленная на предупреждение пожаров в рамках акции «За безопасность мести» осуществлялась Брестским городским отделом ПЧС в тесном взаимодействии с территориальными центрами социального обслуживания населения, а также отделом образования Брестского горосполкома. Под пристальным вниманием были разные категории граждан. Среди них особое место занимают одиноко проживающие пожилые люди. Лидия Владимировна – пенсионерка, которая совсем скоро разменяет девятый десяток. Женщина почти не видит, много лет проживает одна. Готовить и справляться по хозяйству помогают соцработники и внуки. Изучив состояние пожарной безопасности в данной квартире, рейдовая группа серьезных замещений не вынесла. Отдельно отметила наличие пожарного извещателя в рабочем состоянии и осведомленность хозяйки в вопросах пожарной безопасности. Надо сообщить пожарную часть, если заработает пожарный извещатель. Хорошо, а как давно он у вас? Я не помню, уже подавно. Алла Ильина, хозяйка другой квартиры, предельно осторожна и ответственна в том, что касается пожарной безопасности. Исправные электроприборы, состояние плиты, аккуратность и порядок в квартире. Однако внимательные спасатели обнаружили и недостатки, о чем немедленно предупредили брещанку. Ну вот, они заметили, что у меня на светильнике бумажный колпак. Сами его придумали, решили так, чтобы не очень светло было, когда я зажигаю ночной свет. Этот очень яркий, сразу слепить я ничего не вижу. Ночью, если надо встать, то я зажигаю тот. Вы же понимаете, что это небезопасно, что может зажигать. Ну я его же не зажигаю, я только сколько тут, минуты три, в туалет пройти и назад, и выключить все. Почему разрешаете своему сыну курить в комнате соседней? Ой, я боролась с этим всю жизнь, но это невозможно. Начинал он где-то лет 16. Мама, я не курю, я балуюсь. Я говорю, это не бывает баловство, это плохо. Посещение других квартир одинокопроживающих граждан убедило спасателей в том, что пенсионеры в большинстве случаев ответственны и внимательны в вопросах пожарной безопасности. Этот факт не может не радовать. В ходе беседы спасатели напоминали брещанам основные правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожаров, номера телефонов, экстренных служб. В период акции работниками отдела посещено более полторы тысячи семей. Было посещено около 300 граждан престарелого возраста и остальное многодетное семя. На территории города в данной категории граждан установлено более 100 автономных пожарных извещателей. Также проведена профилактическая беседа с ними. Положительные итоги рейдовой проверки не повод останавливать профилактическую работу. С начала года в Бресте было зафиксировано 29 пожаров, и это основание для беспокойства. Беседа с гражданами – важная составляющая профилактики в целом. Осуществление ее – мера не одноразовая. Продолжение следует...